В километре от деревни Музяк мастер участка осматривает территорию, где уже в конце недели начнется монтаж двух водонапорных башен. Каждая из них объемом 90 кубов. Фундамент под конструкцией готов, как и под станцию обеззараживания. Здесь при помощи ультрафиолета будет очищаться вода. Оборудование в течение недели. Там уже все, башни уже заварили, считай. Утеплить осталось и привезти, и поставить. Здесь мы провели обвязку всех колодцев от скважин. Вот через 150 метров еще резервная скважина. Трубу уже проложили. Пробу снимали. Комвод-сервис проезжал, пробу снимал. Есть двух скважин. Качество хорошее. Глубина 60 метров, 65-60 метров. Проект стоимостью более 16 миллионов рублей реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На сегодняшний день бригада специалистов проложила 10,5 километров сети и уже начала врезку в действующий водопровод. Ход работ приехал проверить временно исполняющие обязанности главы администрации. По словам Рустама Мусина, этот проект закроет потребности 60% населения Музяка и всего села Мурзина. Подписание соглашения ожидается. Старый КНК, МУКНК. Ну там сумма больше, 46-47 миллионов рублей. Но пока там, скажем так, подготовительные работы с МЖКХ по документации идут. Я думаю, что мы тоже в течение лета работы по этим населенным пунктам тоже начнем. Люди проблемы есть, обращаются, особенно в летнее время, где и свои башни, скажем, у населенных пунктов, где и центральная вода у нас поступает через нефтеканский водозабор. Потому что, ну, очень много поливов, так ведь, летнее время, вот два месяца где-то у нас фонит маленько. Ну, сегодня еще идет ремонтная работа, у нас вот водоотвод в городе, то есть, чтобы не переполнять вот эту систему, где идут ремонтные работы, ну, маленькая поставка воды ограничена. Ну, это временная мера, я думаю, что поправим. Ну, в будущем таких инцидентов, я думаю, что будет меньше. Также проектом в селе Музяк и Мурзина предусмотрены три пожарных емкости и 33 пожарных гидранта. Их установку специалисты сейчас завершают. Полностью закончить работу они планируют в конце июля. А пока жители населенных пунктов активно готовятся к подключению и закупают необходимый материал. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».